МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. Сегодня, как всегда, несколько тем. Поговорим о том, что интересного, смешного или грустного окружало нас в мире, на Украине и в Одессе. Итак, мир. Самой демократической страной в мире признана Норвегия. За ней идет Швеция, Исландия, Дания и Новая Зеландия. Вот пятерка самых демократических стран. Про Украину и Россию даже не спрашивайте. Не хочу расстраивать ни вас, ни себя. Чечня. Печальное происшествие. Пожар в 42-этажном здании. 145 метров само здание по высоте. Самое высокое в Чечне. И у президента Чечни Рамзана Кадырова спросили, как что прокомментировать. И он замечательную вещь сказал. Он сказал так. Пожар случился по воле Всевышнего. А против его воли мы бессильны. Вы знаете, просто шикарная отмазка. Теперь на любой вопрос уже есть готовый ответ. Можно спросить. Ребята, а что вы социализировали выборы? А те отвечают. Это не мы. Это на все не наша воля. Замечательное решение. Замечательное. Молодец Рамзан Кадыров. Очень удачную штуку придумал. Россия. И президент, и Госдума решают вопрос о том, чтобы ввести единую школьную форму. Она когда-то существовала, до 90-х годов была. Прошлого века. Знаете, я носил школьную форму тоже в середине 50-х годов прожилого века. Это была такая серая гимнастерка, серые брюки, ремень с бляхой написана, была буква Ш, школа, и фуражка. Фуражка с козырьком, тоже там такая кокарда. Вот довелось мне поносить. Сейчас решили в России ввести вот эту форму. Ну, как бы единое требование в одежде учеников. Причем, они вот что говорят. Дети не так остро будут ощущать разницу в достатке семей. Может быть, может быть. Может быть, выйдя из школы, вот в этой одинаковой форме, они одни поедут на трамвае домой, а другие на лексусах. И перестанут остро ощущать разницу в достатке семей. Казахстан. Они уже наконец-то поняли, что совершили серьезную ошибку. Вступив в таможенный союз. И вот, вице-президент Независимой Ассоциации предпринимателей Казахстана говорит, что все больше людей сожалеют о вступлении Казахстана в таможенный союз, который оказался для местной экономики ничем иным, как хитро расставленной ловушкой, призванной создать все условия для экспансии российского бизнеса. Казахская оппозиция инициировала общенациональный референдум, на котором предлагает рассмотреть вопрос о выходе страны из таможенного союза. А вице-премьер Казахстана Кайрат Килимбетов считает, что вступление в таможенный союз спровоцировало рост потребительских цен в стране. Более того, здесь есть еще один момент. Они вот о чем говорят. Они говорят, что казахские предприятия не могут поставлять свою продукцию на российские рынки. А зато русские на казахский рынок везут все, что угодно. Причем, вы знаете, местные предприниматели в Казахстане, они готовы брать продукцию в Китае дальше, но зато дешевле, чем в России. В общем, проблемы. Я почему об этом говорю, почему я вспомнил о таможенном союзе. Надо помнить, что у России не прекращено желание заманить в этот таможенный союз и нашу страну Украину. Германия. У них там паника. Дело в том, что люди там пьющие. И они высчитали, что жители Германии в среднем год выпивают 325 бутылок пива, 27 бутылок вина, 5 бутылок шампанского и, о ужас, 7 бутылок водки. И у них там проблема, все, в общем-то, у нас экономика рушится, ущерб большой от болезней, от алкоголизма, от невыходов на работу и прочее, прочее, прочее. Меня здесь поразили некоторые цифры, потому что я знаю, что в России тоже выпивают 325 бутылок пива в год в среднем. Но не 7 же бутылок водки. Выпивают 325 бутылок пива и 325 бутылок водки. И ничего, паники нету. А тут такая паника. Очевидно, совершенно правильная народная мудрость, поговорка, что русскому хорошо, но немцу смерть. Украина. В партии регионов просто трагедия истерика. Депутата партии региона Ирину Горину закидали снежками. И это расценено партией регионов просто как какой-то террористический ад. Мало того, в связи с тем, что в нее кинули там снежком, открыто уголовное производство по признакам уголовного пронарушения, предусмотрено частью второй статьи 296 хулиганства. Ребята, а по какой части и какой статье вы возбудили уголовное дело против сотрудника СБУ, который феодосийскую помощь влупил так, что двое погибли, а трое еще лежат без сознания? Или это как бы так несчастный случай? Население страны сокращается. Уровень безработицы растет. Индекс промышленной продукции упал. Объемы внешней торговли катастрофически сокращаются. Украинские предприятия теряют миллиарды гривен. В общем, это не мои слова. Вот тут сайт Государственной службы статистики, они сообщают, экономика страны испытывает жесточайшую депрессию, сравнимую с ситуацией в промышленной и, самое главное, финансовой сфере 1998 года. А что же Азаров? Вот в стране ничего хорошего практически. Ну ничего. Я вспомнил его интервью, которое он давал в марте месяце. Интервью он давал российскому телеканалу «Мир». И вот что он сказал. Начало цитаты. «Вот я иногда говорю, что хватит скулить, берите лопату, досажайте картошку, капусту. Вы же свою жизнь сделаете легче. Так вот, у меня дома есть огород, на котором произрастает все, что необходимо». И по его словам, его супруга, она там что-то растит, и он говорит, не зная, что она там еще вырастила, к сожалению, холодно. Но несколько дней назад она все это пересадила в теплицу. Так что, вот, наверное, в апреле трава у нас точно своя будет. Ну вот, наступил апрель. А что за трава, я хочу узнать, там на огороде у Азарова растет. Там трава для кушать или для покурить? Надо этот вопрос выяснить. А то я смотрю на его дела Азаровские, и какие-то меня терзают, как говорил один герой, смутные сомнения. Вы знаете, самым главным событием этой недели, конечно же, это день 10 апреля, день освобождения Одессы от фашистско-немецко-румынских захватчиков. Ну вот, в последнее время я обратил внимание, все чаще раздаются какие-то такие голоса, что при румынах было совсем неплохо, а даже и хорошо. Вот, недавно в газете прочитал в одной. Искусство существовало всегда при всех режимах, и страшные годы сталищины были поэты и прозаики, которые умудрялись в то время писать правду. Тот там умудрялся. И в годы Великой Отечественной войны в оккупированной Одессе осталось достаточно много интеллигенции. И по своей воле, а так случилось, судьбы складывались совершенно по-разному, говорит журналист Евгений Голубовский. Конец цитаты. Ну и там дальше написано, что открыто 13 театров, 15 кинотеатров при румынах. Приехал Лещенко, открыл ресторан Кабаре Норт и пел там песни. Вот тут мне рассказывают об интеллигенции какой-то, которая не могла жить без искусства. А я знаю, что на концерт Лещенко ходили люди простые. Приходили в тапочках и в майках. Ну, после того, как выдавали евреев и коммунистов, они шли на концерт с чистой совестью к Лещенко. Понимаете? И пока вот этот Лещенко и эти все... Пока Лещенко пел, в это время... И интеллигенция аплодировала ему. В это время пытали все гуранцы Яшу Гордиенко. Так, что у него кожа лопалась. Я уже высказывался по этому поводу, по этому вопросу ранее. И сейчас предлагаю вашему вниманию вспомнить передачу из архива КПП. Газета «Вечерний город» мы впервые поддержала предложение одесских изданий выбрать 100 великих одесситов. Стоп! И вот они пишут, мы впервые публикуем списки великих одесситов, составленные нашей редакцией. В разделе политики государственные и общественные деятели под номером 3 есть некто Александр Георгий. И они пишут, в 1941-1944 румынский администратор Одессы. Как красиво, да, администратор. После войны был расстрелян, но оставил после себя долгую память своей хозяйственной политикой, которая способствовала бурному развитию рынка и относительно обеспеченной жизни большей части населения в условиях суровой грабительской войны. Сейчас мы поговорим о его хозяйственной политике, деятельности. Это кем надо быть, чтобы военного преступника, расстрелянного за военное преступление, поместить и предложить в газете, как одного из ста великих одесситов. Свыше 20 тысяч. Советских людей сожгли в складах. Руководит губернией господин Алексея. В дни 23 до 4 октября 1941 года были днями особого террора. Окупанты хватали на улицах людей, вешали и убивали случайных лиц. В течение нескольких дней стояли виселицы с повешенными, ни о чем и ни в чем не повинными людьми. До полудня 23 октября 1941 года было умерщено господин Осташко. 5 тысяч человек. А губернатор? Ваш тот номинант Алексяну. Совхоз Богдановка. Убито 52 тысячи советских людей. Мостовской район 35 тысяч советских людей. В общем, по предварительным данным румынские фашистские оккупанты во главе с номинантом газеты Вечерний город Алексиану Георгию убили и сожгли и замучили 200 тысяч советских людей. 56 тысяч взрослых и 22 тысячи детей угнаны в рабство. Значит, вывезли под руководством вашего номинанта, господа, в Бухарест-Констанцию 108 моторных трамвайных вагонов, 25 километров трамвайных путей, 10 троллейбусов, разрушили городскую международную телефонную станцию, 122 начальных и средних школ разрушили, и 6 музыкальных школ, театр музыкальной комендии, взорвали и сожгли 2290 наиболее крупных, представляющих архитектурно-художественную историческую ценность зданий, в том числе дом Красной Армии, где жил Пушкин, пассажирский вокзал и другие. Фашистские бандиты разрушили 29 санаториев, 55 детских яслей, больниц и так далее. Большие опостушения, я читаю специально, чтобы молодые, мы-то знаем об этом, чтобы молодые узнали, и те, кто работает в этой газетке, и те, кто это писал, чтобы узнали, кто у них тут один из ста великих одесситов будет. Нанесли ущерб Одессе и Одесской области 25 миллиардов рублей. Более того, это же румынские крохоборы были. Понимаете, эти воришки и грабители под руководством этого Александра, так они еще по распоряжению румынской дирекции искусств из Одессы было вывезено в Румынию более 2000 роялей и пианино. Мало им показалось. Из Одесского театра оперы и балета румынские оккупанты вывезли, то есть украли все театральные костюмы, нотный материал 109 опер и 16 балетов. Даже ноты свистнули, понимаете? А тут вот Александр Георгий ты одессит, а это значит, понимаете? Он тут у нас будет одним из 100 самых таких великих одесситов. Вы должны понимать, что визитными карточками любого времени являются не рабочие крестьяне, а деятели культуры, литературы, искусства, ученые, просветители и на сегодняшний день, к сожалению, журналисты. Поэтому должна быть очень большая ответственность за каждое слово. Ну, просто необходимо помнить, помнить всегда, что еще 9 апреля, за день до освобождения Одессы, немцы и румыны расстреляли 400 одесситов, среди которых было 30 детей. Надо помнить, что при освобождении Одессы 27 воинских соединений и частей получили почетное наименование Одесска. Надо помнить, что 14 человек получили звание Героя Советского Союза, освобождая Одессу. Надо помнить, что свыше 2150 человек получили ордена и медали. И помнить, что освобождал Одессу войска под командование Одессита, тогда генерала армии, а последствия маршала Советского Союза, Родиона Яковлевича Малиновского. И в приказе Верховного Главнокомандующего Сталина было сказано, что во знаменовании освобождения Одессы в Москве будет произведено 24 залпа орудийных из 324 орудий. А Черноморский флот произведет 12 залпов из 120 орудий. Эта Родина салютовала тем, кто освободил нашу Одессу. Я прошу, рассказывайте об этом молодежи, своим детям, внукам. А про интеллигентов, которые восхищались румынской оккупацией, мы как-нибудь поговорим в следующий раз, потому что у них здесь еще очень много учеников осталось и последователей. Итак, наш некогда город, а нынче поселок городского типа Одесса. 1 апреля по традиции уже 40-летний Юморина. Ну, для справки хочу сказать, что 40 лет тому назад Юморину придумали в Одессе пять человек. Это был Голубенко, Кнеллер, Макаров, Сташкевич, кстати, именно Сташкевич придумал название Юморина, и Сущенко. Вот они ветеран придумали Юморину. Потом попозже, через несколько дней подтянулись к ним Хаид и Цикун, художник, который нарисовал морячка, а чуть позже вообще свое участие в Юморине и свое мастерство показали Лившин, Крапива, Лошак, Дмитрий Романов и многие другие действительно остроумные Одесситы. Вы знаете, мне представляется, что раньше это был веселый какой-то день смеха. Сейчас это больше день дурака, где главные персонажи, они не носители юмора, а главные персонажи вот нынешнего дня дурака это клоуны, которые только-то и умеют, что просто кривляться. Как-то так досадно, вспоминая предыдущие юморины, отчетливо понимаю, что каждое последующее становится все скучнее и неинтереснее. Резонансное событие избиения Вадима Черного. Кстати, по такой же схеме, как в свое время избили депутата областного совета Михаила Шмушковича. Избили его Черного после того, как он пообещал рассказать кое-что о проделках городской власти и сказал о том, что он, наблюдая за Костасевым, увидел, что у постоянно в последнее время зрачки расширены, что наводит на печальные мысли. Говоря об Одессе, невозможно не говорить о Петрушке, о Костасеве. Надо сказать, что он опять в грязь лицом не промахнулся. Я имею ввиду историю с орденом. Ну, обманул всех, что его наградили якутским орденом Северная Звезда. Там орден, в общем-то, из золота, с бриллиантами. Обещал показать 2 апреля орден и не показал. Сказал, что не нашел. Леша, может, теща, увидев бриллиант на ордене. Спрятала орден в один из стульев работы мастера Гампса. Ты там выясни этот вопрос? Что он говорил в Костасеве? Это очень интересно. Он говорит, мне скоро исполнится 59 лет, я всю свою жизнь работал, работал тогда, когда кто-то отдыхал, что-то бред, бред, бред. Кстати, там не забыли, он ездил в Заполярье, недавно президент Якутии Егор Борисов наградил меня орденом с бриллиантами. Ну, вы поняли, что это все левак, потому что там помнят вклад, который я внес в развитие этой республики. Какой вклад, Леша? Ты туда ездил со стройотрядом. Какой вклад? Три коровника построили. В общем, в итоге выяснилось, что у него есть не орден из золота с бриллиантом, а значок «380 лет Якутии». Якутия с Россией называется. «380 лет Якутия с Россией». С кем им еще быть? Ну, и этот значок вручается как сувенир почти каждому, кто захочет его принять. «Но Петрушке не дали бы и этого значка, если бы узнали, что он считает до сего времени Якутия дикарями». Президент просто не знал, что там, дал ему значок. «О чем открыто Костусев написал свои книги? Однажды в Одессе», называется книжка, где на странице 38 написано начало цитаты, «Для них он о Якутиях «Тундра родной дом, уютный и безопасный, не то, что для нас цивилизованных». Вот так, ребята Якутии. В общем, привет нецивилизованным Якутиам. А еще наш Петрушка отличился на небе борьбы с будками. Он, наверное, фильм посмотрел или пересмотрел «Фантомас разбушевался» и пошел демонстрировать свою любовь к Одессе. Так будет с каждой будкой, которая незаконно будет поставлена в моем городе. Знаете, я когда посмотрел это все, я что-то вдруг вспомнил одно маленькое стихотворение. Она звучит так. Разрубил березу на поленье он одним движением руки. Мужики спросили «Кто ты? Ленин?» И офонарели мужики. Вот такое ощущение у меня было, когда я смотрел как там выбивается и сил Леша. Ну, надо же сказать, вы же понимаете, что пока он ломал эту там будут 2-3 новых поставили. Я что хочу сказать? Вот я, когда смотрю на действия Костусева, у меня убедительная просьба. У меня просьба главврачу психоневрологического диспансера, главврачу больницы нашей психиатрической. Послушайте, надо что-то сделать, надо проверить Костусева. У него какое-то детское восприятие жизни. Может быть, он не вышел из детства. Вы же обратите внимание. Когда что-то серьезное, он сидит поглощенный в себя, он как бы отсутствует. А в зоопарк он когда приходит, он же весь светится. Он знает имена и может быть даже фамилии животных. Когда кто должен родить. Он любит значки какие-то, цепи он себе сделал там и прочее, прочее, прочее. Он в детстве, он как живый ребенок, когда ему говорят, кто разбил стекло? Я не знаю. Кто разбил стекло? Петя. Вы же вспомните, когда машина вышла навстречную, ему говорят, Алексей Алексеевич, а что это твоя машина по встречке? А я не знаю, это виноват этот, шофер виноват. А я на заднем сидении занимался бумагами. Какими бумагами? Самолетик вырезал, что ли? Леша, я прошу, это беда для города. Проверьте косты всего. Проверьте.